Создают инфраструктуру, чтобы привлечь в село предпринимателей и новых жителей. В Камуне Первомайск Каушанского района провели уличное освещение. Заканчивают газификацию, строят дорогу и ремонтируют здания мэрии. Там работает ферномасличный завод с иностранным капиталом. И мэр говорит, что хочет создать все условия, чтобы промышленность в регионе развивалась и чтобы было больше рабочих мест. Когда-то это село населяли немцы и называлось оно Эмменталь. А сейчас это Первомайск, главное село Камуна, которое включают и село Константиновка. Местные власти гордятся тем, что у них есть промышленность, есть стимул развивать инфраструктуру. В нашем селе Первомайск находятся две фирмы иностранным капиталом, где одна фирма имеет ферномасличный завод. И говоря сегодня о том, что мы имеем промышленность, я хочу создать в селах условия для привлечения сюда специалистов, людей. Главные улицы в Камуне заасфальтированы. В рамках программы «Хорошие дороги» село получило 2,5 миллиона леев. Сейчас ремонтируют улицу, на которой находится детский сад. Пока только в белом варианте. Полгода назад из госбюджета на это выделили 500 тысяч леев. Здесь, во-первых, подъезды к людям нужно делать. Раз. Второе. Нужно нивелировать и заняться водоотводом, отводом воды. Есть сделать пару переходных мостиков, где вода должна протекать. Объем работы где-то на 1400 в этом году. В прошлом году мы выпали на 600. Там живем дальше. И там, где мы живем, как раз-таки там самое болото и было. Уже лучше, да. Уже с болота вышли. Последний год коммуна активно газифицируется. Мы сдали в эксплуатацию линию газопровода низкого и среднего давления и распределительные шкафы в селе Константиновка. В июне месяц по расчетам должен поступить газ во все дома. Мы начали работы по проведению среднего давления и работаем с людьми по низкому давлению по селу Первомайск, где осталась одна улица. Дом Дарьи Мельничук. Этой зимой впервые отапливался газом. Женщина говорит, новая жизнь началась. Ну, много еще. Конечно, если я покупаю по 12, например, складометров дров и там мешков 10 угля, чтобы мне протопить, у меня дом большой, у меня 7 комнат. А сейчас вот я очень тепло, детям нравится. И полторы тысячи, самый больше, это потолок. Полторы тысячи, если заплачу в месяц. Ноябрь, декабрь по тысячу леи. Еще полмиллиона леев из госбюджета коммуна получила на ремонт здание местной администрации. Она просто разваливалась на глазах. Глава коммуны надеется, если в селе будут созданы комфортные условия, люди не будут оттуда уезжать. Благодаря тому, что мы сделали дорогу, газофицировали, уличное освещение 100% у нас уже три года давно своими силами сделали. Люди из Кишинева, в прошлом году 4 дома в Первомайске продались. Люди говорят так, у вас есть все условия для жизни, недалеко от города. Мы согласны, купили у нас дома. Согласно последней переписи, в коммуне Первомайск живут 1370 человек. Спасибо за просмотр!